Я вас категорически приветствую, Клим Александрович. Добрый день. Всем привет. Седьмая. Седьмая. Тут уже какие-то шевеления даже начались. Хотя, конечно, седьмая была, по-моему, самая кулуарная из всех представленных нам серий. Никаких тебе видов, планов, людей. Как говорят специалисты в области отечественного кино, как только тебе начинают показывать диалоги и крупные планы... До 15 минут. Это значит все деньги украдены, которые там на заднике, реквизиты, еще чего-то, поэтому разговоры, да. Все начинается с того, что происходят похороны, а потом поминки. Я кумру похоронайте на крутом еру. Это Ленку Куролесову хоронят после того, как ее дракон обработал. Задышал. Там интересно, чего осталось там. Ну, вообще, мы как-то привыкли считать, что они огнеупорные, она вообще не должна была среагировать, но бог его знает. В общем, короче говоря, она скончалась безвременно, и вот ее в закрытом царкофаге хоронят. На ридной дрифтмарчне ее, значит, при помощи каких-то цепей читают паттер ностер и номентум эткум спиритум санкти пакс вобескум. Че он држал? Я, честно говоря, подумал, что они свадебную читают, а нужно было реквием... Суру перепутали. А так как дядя Димон тонко знает обычаи предков, он сразу все понял, что какую-то херню несут. И поэтому он принялся истерически хатать. Все. Вытянули ее в море в закрытом гробе. Я представляю, что если они всех Куролесовых так хоронят... Некоторое количество было, а так мне сразу напомнило в художестве фильм «Ирландец» Мартина Скорсези, где там такая гора стволов на к ней лежат. Просто ствол-то маленький, а саркофаг очень большой. Судохоство должно прекратиться из-за вашего обычая прекрасного. Векового, блин. Я представляю себе, как на такую глубину этот самый гроб пухает, открывается, и остатки принцессы прибивает к берегу. Красота какая, да? А черт новый саркофаг. Перевыбрасывайте. Это с одной стороны, но Виларионов и Куролесовы – это же владыки моря, их логично, что в море упокаивают. А Таргарянов, наверное, с двух направляющих на пороховых петардах. И тротила еще. Чтобы разорвало. Точно совершенно. Как сразу вспомнился фильм. Точнее, сериал «Спящий» первый сезон, там, где журналисты устранили при помощи 12 килограмм тротила. Сто тысяч долларов. Да. И взорвать. И взорвать. Рассеянного. Да. За сто тысяч. На бассейной. Ага. Да. Значит, дом 37. Дом 37. Квартира. Да, ради бога. Что вы себе морочите голову? Какая там квартира? Достаточно номера дома. Я думаю, вы чего, с ума сошли? 12 килограмм тротила. Зачем столько? «Спящие» по-моему так называлось, я не помню, где-то «Ирландские бандиты» Брэд Питт, Эдвард Нортон, если правильно помню. Брэд Питт точно был. Где они там какие-то дети из католического детского дома. Где, естественно, их католический священник. Все детство того. Они уже выросли. Бандиты. И чтобы родовую травму-то как-то закрыть, эту детскую. Всякое там делали. Хорошее кино, между прочим. Смотрите. В общем, хоронят. А дальше поминки, которые продолжаются, черт возьми, больше десяти минут. Больше десяти минут хронометража. Это просто... Я не знаю, это должно быть что-то настолько чудовищно важное и накаленное, чтобы на сцену потратить десять минут хрона. Это же чудовищно в самом деле. А самое главное – зачем? Нет. Но я понимаю, что если это что-то такое, из-за чего все зависит. От чего все зависит. Или, наоборот, какой-то кульминационный момент, которому очень долго подводили. Хоть двадцать потратите. Это же не вопрос. Было бы только на пользу. А тут... Ну, тут как обычно. Шведский стол. Да. Там даже шведский стол. Там нет никакого стола. Там просто фуршет. Все ходят со стаканами. Девки-чернавки бегают, стаканы пустые стаи в свежие забирают. Как вы такое придумываете? Притом, что они все это на свежем воздухе, на морском берегу, стоя... Это важно. Стоя. Да. Это вот эти всезнатные благородные господа стоя трут вокруг друга. Вот так. Нарезая круги. Натурально. Они такое впечатление, что срисовывали это все... А, нет. Это не впечатление. Это они просто срисовывали. С нормальных бизнес-патей, которые организовываются регулярно. Они там бывали. Они знают, как это выглядит. Вот именно так это и выглядит. Но даже на всех бизнес-патей, на которых я бывал на Западе, там стол есть и около стола стулья, там просто никто не сидит, потому что нужно постоянно вот так вот тереться и со всеми общаться. Что ты пришел-то, собственно? Ну, если что, можно присесть, посидеть, ну и сожрать чего-нибудь. Так же можно накидаться. Конечно. Даже опытным людям опасно, когда просто алкоголь без закуски. Тем более, они там винище пьют, а с винищей можно очень быстро захмелеть, там потому что сахар, спирта эти натуральные, оно же в голову, несмотря что градусов мало, отдает-то от души. Ты понимаешь, когда водку пьешь, ты там одну рюмку выпил, ты просто сразу все понимаешь, что это яд ты пьешь. Поэтому совсем почтением нужно немедленно сесть, заземлиться, картошки сожрать, я не знаю, что-то еще горячего, чтобы как-то этот кошмар потушек в себе. Огонь страсти. А так, они же там до ночи проволандились, просто до ночи. Там они все расходиться стали, когда солнце село. Сначала непонятно, зачем факела, потом стало понятно, зачем факела. Все-таки стемнело. Но факела там у них уже днем горели. Все в порядке. Я думал, они там как негры под мостом в Бронксе греют, что ли. У бочки. Потому, что это какие-то факелайты, у них как обычно убогие корзинки металлические, в которых что-то трепещет. Организация процесса в средневековом обществе невозможно. Просто все уйдут. Ну, что, пришли, там сесть негде, сожрать нечего, до свидания, потому, что вы к нам без уважения. Вы нас пригласили, мы лицо засветили, делать тут больше нечем. Мы пошли. Роскошные столы. Король сидит выше всех. Подданные. Расселись по порядку. А как вы это себе представляете вообще? На свежем воздухе стоять. 12 часов. Ну, то есть, среди вас, среди мудаков, да, вот это нормально. Среди нормальных людей нет, там все по-другому. А вот вы свадьбу организовали по-человечески? Диспозицию свадьбы? Как вы организовали свадьбу, мы уже обсуждали. Видели, да. Мордобой по ножовщинам. Знаем мы вашу семейку, мы уже познакомились, да. Кстати, у Мартына-то там по этому поводу натурально семидневный турнир описан. Семь дней. Днем дерутся, вечером бухают. Днем дерутся, еще трезвые. Да. Причем в специально отведенном загончике, в специальных доспехах под приглядом полиции, чтобы вы там не поубивали друг друга. Как раз и показать надо было. Там же интересно было на свадьбе того Мартына, на настоящей мартыновской свадьбе. Невеста выбирает себе в защитники Харвина Стронга вместо Коли. Коли тут же запомнил это все. Что-то тут не так. Я же всегда был у вас чемпионом. Да. Ну, а муж с радостным хохотом своему любовнику повесил женское колечко на копье. Прикольно получилось. Молодец. После чего Кристо Коли впал в такое неистовство, что сломал ключицу Харвину Стронгу булавой. Ну, и там семь дней. Это же интересно. Потому, что именно там, на этом турнире, началось именно это военное противостояние, которое превратится в Тайне с драконов в итоге. Там они все поделились на партии зеленых и черных. Соответственно, Таргарянов и Хайтауэров. И именно там первая, условно, кровь пролилась. Там первые ранены и прочее, прочее. Потому, что вот оттуда как раз мостик хороший. С игрушечного противостояния, т.е. турнира чисто спохт. Все вылилось в совсем нехорошие дела. И это перекликается просто. Эти не настоящие военные действия. А смотришь, уже и настоящие военные действия вполне себе. Ну, в кино решили все это отвергнуть. Да. Там просто повозили друг друга ногами и сапогами по метлахской плитке красивой. И на этом все. Хватит. Достаточно. Да. Но организация стола была правильная. А вот тут поминки опять все ходят. Еще. Да. С подноса хватает один. Еще. И там, конечно, начались разговоры. Туда согнали всех героев первого, второго плана. Ну, т.е. главных действующих лиц. Которые все в одном месте варятся. Там король ходит своими ногами. Тоже, стоя постоянно на этих самых своих собственных ногах. Со всеми разговаривает. Ну, и там вообще-то диалог, значимый для сюжета, был ровно один. За десять, подчеркиваю, минут. Десять минут, эта штука длится час. Т.е. это одна шестая от часа. Серия стоит 50 миллионов долларов. Ну, если 500 стоит 10, то одна стоит 50. Легко посчитать. Ну, десятка, условно. Ну, вот миллионов на восемь вы наговорили. Сколько там получается одна шестая от 50? Один значимый диалог. Когда все печалуются насчёт незавидной участи Ленки Куролесовой. Соответственно, ей племянники там все в горе. Понятно, родители все в горе. Дядя Димон ржёт истерически. Лёнчик Куролесов. Т.е. принц-консорт, муж Нюрки Рейниры стоя по пояс в воде. Такое впечатление, что он там грибов обожрался, что ли. Или трава была особо забористая. Отпусти меня, чудо-трава. К чему это было? Надо было сделать, чтобы он ушёл. Да. При этом Куролесов-старший говорит его пихарю, лорду Рыцарю. Никакой не лорд. Там у твоего половичка не всё в порядке. Кто-то его бросил. Иди его из моря. Доставай. А, да. Сейчас. Все. Эти до конца практически серии пропадают. Больше нет на время. Да. Но я понимаю, что наследник-то мог обожраться всякого разного. Тем более вы там закусывать не даёте. Плюс у него горе в семье. Он мог почувствовать себя нехорошо. Ну, неужели за ним послали бы рыцаря бегать? Там что ж лук нету, что ли? Тут же восемь человек прибежали. Его на руки взяли. Непрерывно блюющего унесли. К чану для бливотины. К дорогому отнесли бы, да. Там дальше в баню обмахивать его мокрой полотенцей. Массаж делать целебный, чтобы он просто как-то в себя пришёл. А то взяли рыцаря, послали за ним бегать одного. Может, он тоже пьян, кстати. И он в воду за ним полез. Да. Вот так и вижу. В сапогах. Или голый скакал. Всё прекрасно придумано. И вот, посреди всего этого роскошства и великолепия, я бы сказал, пиродуха. Читать вместе. Пирдуха. Мелко крестясь, Нюрка говорит, не надо. Тихо. 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 Идите лучше к вашим этим самым племянницам, с ними поговорите, что вы выражаете сочувствие. Не надо вот этого всего. Вот. Всё. Единственное достойное упоминание сцены за всю огромную эту упоминально-похорональную бодягу просто. Я по-другому это назвать не могу. Всё там просто нафиг не нужно. Ну, или можно было сделать то же самое, но в три раза короче. Без потери качества. Зато камеру поставили, привинтили. Она смотрит. Профиль. Море. Море шумит. Моржи кричать. Птахи ревуть. Точнее наоборот. Птахи кричать. Моржи ревуть. Всё. Так. Пятнадцать секунд. Следующий поехал. И это всё под настолько заунывную музыку. Нет. Всё понятно. Траур. Но когда это длится десять минут, вот эта скрипка... Утомили. Да. Когда это кончится. Я, честное слово, смотрел, когда готовился, на ускоренный в полтора раза перемотки. Потому, что я просто не могу уже больше. Замумили. Замумили полностью. Ух. Ну, а тут важно что? Что они все? Вот все-все-все. Видимо, на дрифтмаркщине собрались. Где там семья соболезнующих родителей и всех прочих страдающих.